Сегодня мы будем собирать наше платье на примерку. И перед тем, как мы будем дальше продолжать все делать, нам нужно перенести нагрудную выточку на другую сторону. Поэтому мы с вами не раскалываем крой, а в центр выточки, помните, я часто вам говорю, что вот здесь как крестик такой, где центр. Видите, он как намечен, вот так вот. Потому что без этой наметки очень сложно найти потом центр, потому что часто бывает, что после первой примерки, бывает, что нужно либо поднять выточку, либо опустить центр. В зависимости от того бюстгальтера, который будет носить наш клиент. Вот, мы вкололи, теперь мы ее аккуратно вот так переворачиваем. Находим нашу булавочку, вот она. Сейчас я вот так вот ставлю вот эту меточку, по булавочке веду и смотрю. То есть, как бы вот этот крестик я его тут и формирую, куда я сейчас буду выводить выточку. И соединяю уже вот с этими надсечками, вот. Раз надсечка, вот она. Вы ее очень хорошо видите. Потом вот надсечка. Потому что вот, ну, как-то по-другому, менее точно будет. Вот, поставили надсечки. И теперь, смотрите, что я еще делаю. Я вот так продвигаю, видите. Вот, я держу на одном месте видео, видите. Я продвигаю туда чуть-чуть платье. Чтобы все на столе распрямилось и было без перекосов, без перегибов, еще каких-то моментов. Она же у меня сейчас сколота еще бы, еще не откалываете. И теперь вот так вот соединяем эти линии. Наводим. Да? Все три точки. И только после этого мы очень аккуратно с вами раскалываем. Ни в коем случае к себе не прикладываете. Не смотрите, не проверяете ничего. Нет. Мы сейчас аккуратненько раскалываем и будем делать стяжки. Это очень важный момент. Без стяжек нельзя делать примерки с костюмно-платильного и так далее. Пальтового ассортимента, там, жакеты, пиджаки и все остальное. Если вы, естественно, не шьете сразу на готовое изделие. Вот. Поэтому сейчас наводим выточку и раскалываем аккуратненько булавочки. Как раскалывать, мы навели вторую выточку. Вот так выглядит наша передняя половинка. Да? В расколотом виде. И сейчас мы будем делать с вами стяжки. По проймам. Да? Вот проймочки. Горловине. И то же самое делаем по спинке. 4 миллиметра стяжок обыкновенными стачивающими нитками. Сейчас я это еще вам покажу. Представляете? Включая машинку, она не включается. Куда-то делась моя лампочка. В связи с переездом что-то произошло. И еще и иголка затупилась. Сейчас я покажу, как затачивать иголку и как снять с другой машинки лампочку. Я надеюсь, что можно. Вот. Смотрите. Сейчас я вот так сделаю, как было изначально. Вот тут всегда сбоку есть такая пимпочка. Я вот ее только что, правда не рукой, а отверткой вытащила. И там внутри болтик. Я сейчас его откручу и тогда смогу снять вот эту вот часть. И достать оттуда эту лампочку. Потому что это, конечно, машинка тоже хорошая. Но та моя любимая. Вот. Откручиваем. Вот я открутила. И вот как выглядит наша красота. Кстати говоря, по поводу смазывания и вообще чистки. Сюда же тоже забивается куча пыли. И всего остального. Думаю, сейчас как раз у меня будет замечательный повод аккуратненько все это почистить. Ну, в общем-то, тут более или менее все хорошо. Так. Ну, для начала. Сдуем мы так чего-нибудь. Ну, сильно тут старайтесь не лазить. Но я думаю, что, в общем-то, даже можно чуть-чуть подсмазать механизм. Потому что я иллюзировала долгое время, что тут механическая идет смазка. А на самом деле, мастера, которые ремонтируют машинки, очень рекомендуют. Чуть ли не раз в месяц ее чистить. Ну, чистить-то понятно, но смазывать. Потому что это центровая смазка не очень-то как-то все это делает. Ну, вот беру. Надо понять, в какую сторону ее надо откручивать. Надеюсь, что она тут ничем не зажата. Ну, в общем, сейчас посмотрю. На самом деле, легким движением руки я ее достала. Тут совсем практически нет резьбы. Так что можно спокойно снимать. Сейчас буду вставлять во вторую свою любимую машинку. Так же само. Вот. С этой же стороны. Вот пимпочка была. Она заткнута была. Я ее сейчас достала. И там есть болтик. Сейчас я его откручу и вставлю в эту лампочку. Надеюсь, что она в хорошем состоянии. Вроде да. Значит, бежать за лампочкой не придется. Вот она, эта лампочка. Оказывается, она тут есть. Я что-то думала, что она как-то делась. Ой, ну, в общем, сейчас я ее попытаюсь достать и посмотреть, в чем же там дело было. Знаете, оказывается, очень легко ее вытащить. Ее нужно туда нажать. Вот сюда вот, вверх. Смотрите. Нажимаю вверх. И тогда она выходит хорошо. Вот только что у меня это одной рукой получалось очень хорошо. В общем, оказывается, да, дело было в лампочке. О, видели? Туда нажали и прокрутили. Потому что здесь практически никакой резьбы нет. И у меня здесь, как оказалось, побольше она была. Одна больше, другая меньше. Вот эти вот железные штучки или не пиля, или как они там называются, в общем-то, они одинаковые, только вот это чуть больше. Ну, я думаю, ладно. Хотя я так просматривала, нормально вроде все с лампочкой, но она не горит. А эта горит, которую я вытащила только что с другой машинки. Вставляем туда. Так. Оп. И прокрутили. О, теперь ее не так просто достать. Все, она там вот никуда. То есть, вставили туда вот как... Прищелкнули вверх и потом прокрутили в одну сторону. Вот, очень даже хорошо получилось. Так. И сейчас я включу машинку. Где она там? О! Все! Ура! Все получилось. Ну, естественно, закрываем эту же машинку и ту предыдущую точно так же. Одеваем вот этот вот колпак вот сюда. Вот так вот. Вот он очень легко одевается. Тем же болтиком. Смотрите, не перепутайте болтики. Ну, если у вас тоже, как у меня, две. У меня вообще их штук пять, штук машинок или шесть. Вот, сейчас я закручу и обязательно вот этим вот заткну. И то же самое делаем в предыдущей машинке. Закрутили и вставили вот эту... Такую штучечку. Вот. Хорошо. Теперь берем, затачиваем нашу иголку. У меня такой вид камня, на котором затачивают ножи. Очень подходит для иголок. Что я делаю? Я буду сейчас вот так, только быстро очень делать. И еще ее вот так вот прокручивать. Видите? Вот так вот. И прокручивать. И чтобы не менять ее, она достаточно... Это же у нас не шелк, не шифон тончайший. Ну, в общем, хбшка тут можно и заточить. Она не сбитая. Она чуть-чуть там вот микро. Ну, чтобы лучше было и качественнее была строчка, то лучше заточить. Ставили иголку. Проверили, чтобы четкая иголка посерединке вот этой дужки стояла. А это мы смотрим вот здесь, да. Тут не всегда на два с половиной в данной машинке. Иногда надо... Вы вот тут двигаете при опущенной игле. И смотрите, чтобы она ровно была посерединке. Тогда легче вам ориентироваться по этим сантиметрам. Вот ровно сантиметр, полтора, два, там сколько вам надо будет. Вот. Ну, и заправляем верхнюю нитку. Сначала про строчки стяжек обязательно проверяем, что у нас тут со строчкой. Хорошая ли она. Мало ли какие вы настройки в прошлый раз сделали, даже если это ваша собственная машинка. Чтобы перепроверить, убедиться, что все хорошо. Все, сейчас ее убираем и начинаем делать стяжки. Я когда делаю стяжки, я не делаю ни в конце, ни в начале закрепки. Потому что она очень стягивает. Я всегда вот так кладу. Сейчас вы даже можете входит до того, что сначала поставить иголочку. Ставим иголку. Вот так, да. В начале, помните, я всегда рекомендую придержать ниточки. И ровно на лапку будем сострачивать. Ну, максимум там на сантиметр. Два стяжка придержали и все. Теперь можно не придерживать. Только я вас очень прошу. Смотрите, вы когда здесь прострачиваете, не растяните эту часть. То есть мы для чего делаем эти стяжки? Для того, чтобы сохранить крой. Для того, чтобы сохранить выкройку, которую мы изначально здесь планировали. Это можно делать превосходно и одной рукой. Видите? Я помогаю машинке поворачивать. Или останавливайтесь там, опускайте иголку, поднимайте лапку и поворачивайте вот так. Ну, я уже тут наловчилась и уже могу любую круглую линию без поднятия этих лапок делать. Вот, отлично. Вот теперь я спокойно абсолютно за нашу выкройку и за крой. Все, мы ее поднимаем. Очень аккуратно, только вот за вот это место держите, чтобы у вас не затянулась эта строчка. И все. И обрезаем. Можете под корень, можете. Ну, я обычно оставляю тут где-то 2-3 сантиметра после шовчика. Итак, остальные проймы и горловины, ростки. Прострачиваем. 4 мм стежок. Еще раз показываю. Вот. 4 мм стежок. У меня для данной машинки это так. Ну, и положение посерединке. Вот наша передняя половинка уже со стяжками. И сейчас начинаем именно сметывать накрудные выточки. Ни в коем случае не сострачивайте их сразу, если у вас не отработанная четкая выкройка, что уже много изделий пошили, точно знаете, какая высота груди будет. Потому что мерки мы снимаем на один бюстгальтер, а одеваем платье на другой бюстгальтер. И, конечно, она может поплясать выше-ниже. Поэтому мы сейчас складываем ее по вот этой вот средней линии. Вот таким вот образом. Сгибаем. Вот. Таким образом мы ее сгибаем. И у меня четко-четко совпали здесь надсечки. Может не совпасть припуски. Но уровень надсечек обязан совпасть. Теперь мы скалываем вот таким вот образом булавки. Вот так вот. И наметываем. Здесь делаем где-то 3-4 раза на одном месте в районе сантиметра. И прометываем сантиметрик через сантиметрик. И четко до нашего центра. Здесь тоже 3-4 раза на одном месте делаем закрепку. Также наметываем вторую выточку. Знаете, как я делаю? Я вот все-таки положила ее на лицо. И выточку повернула вверх к пройме. Вот эта пройма. А почему? Потому что она тут, по крайней мере, не выходит из припуска. Если бы она выходила, я бы ее вниз бы загнула. Вот и вся тут технология. Куда загнете, туда и будет. Тут особо, как бы, ну как бы по технологии якобы всегда должна выточка заутюживаться наверх. Но если она тут выпадает, ее же нельзя обрезать там или вырезать. Ну, только в крайних случаях. Лучше всегда оставлять. Мало ли чего бывает еще. Тем более, первая примерка на носу. Вот. Мы вот так положили. Да? И сейчас я вот тут вот это место, вот чтобы она, видите, как плоско лежала. Вот. Как будто я ее взяла сейчас, эту выточку, и вот так наверх приутюжила. Вот. И сейчас я тут прокалываю вот так вот, ставлю булавочками, чтобы закрепить этот край. Чтобы я видела, что с этой выточкой происходит. Что я могла меньше, больше вот этот кусочек заложить. Из-за этого может потом тянуть выточка, или какой-то залом под проймой идти, который совершенно там, ну, не относящийся, например, там к пройме, или даже к плечу, или еще к чему-то. Это просто неправильно заколота выточка была. Так что вот сейчас я вот так ее накалю, и буду соединять боковые. Обязательно всегда накалываете параллельно низу. Наметываете только на столе. Ну, в крайнем случае на полу. Но нужно на какой-то большой, длинной, ровной поверхности. И скользкой обязательно. Иначе где-то что-то будет, как типа фалточки, заминки, еще чего-то при посадке. А потом что-то у нас некрасивые швы, где-то что-то тянет, или где-то что-то набегает. То есть будете правильно вот так ложить на столе, накалывать и наметывать, или потом, естественно, строчить. Ну, то тогда будет все хорошее у вас швы. Все, теперь наметываем 4 раза, 3-4 раза на одном месте закрепку в районе бокового шва, это пройма. И вот так до низа наметываем. Тут у нас были сантиметровые припуски и стежок наметочный сантиметр через сантиметр. И так же самое делаем второй боковой швы. Последний шаг на сегодня. Мы сметываем все-таки наши плечевые. Главное, чтобы вы положили вот ровненько, видите, тут никаких плоско оно лежит, без всяких там перекосов, перегибов. Видите, даже такую волну тоже формирую. Но ни в коем случае не здесь. И главное, какие вы точки соединяете? Вот эти возле горловины. Вот горловина и росток. Не эти, а вот эти, видите, до миллиметра должна совпасть вот эта линия. И потом наметываем ровно на 2 сантиметра. В общем, еще хорошо именно сметывать на первую примерку плечевые, потому что вдруг надо подвигать их, а вдруг что-то там надо переместить, мало ли как вы снимали мерки. Ну и желательно, конечно, чтобы по 2 сантиметра были припуски по плечу. Все так же само сметываем. 3-4 раза на одном месте, сантиметрик через сантиметрик. Контрастная ниточка и до конца доходим плеча к пройме. И тут тоже 3-4 раза на одном месте. Вот. И все. Наше платье готово к примерке. Вот теперь можете его одеть и посмотреть, что у вас, да как у вас там. А я уже буду мерить на нашу клиентку. Вот. И тогда встретимся завтра. Ну, не забываем просмотреть там в комментариях. Будет еще по поводу курса дистанционного. Там теоретическая и практическая часть. Посмотрите, ознакомьте, задавайте вопросы. Жду на учебном курсе. Накалывать начинаете чуть подальше. Вот тут вот, чтобы легче было поворот этот найти. Вот у меня булавка, потом вот булавка. И только потом вот тут 2 булавки. Вот от конца выточки, от центра груди. Вот так идете, накалываете. Сейчас вот эти 2 булавки я уберу. После того, как накололи, обязательно перепроверяем. Вот даже если приблизить, то четко-четко в линию попадает с другой стороны булавка. Вот. Ну, естественно, наметываем контрастной ниткой. Белой, розовой, голубой. Черной не надо. Черной мы будем здесь сострачивать. Наши выточки уже наметаны. Сейчас мы будем их правильно складывать. Складывать и потом накладывать один боковой шов на другой боковой шов. И все-таки боковые швы я буду сметывать, потому что уже нагрудная выточка сметана. Чего делать, как бы, лишнюю работу. Раз одно уже сметано, значит, уже и боковые тоже будем сметывать. А плечевые, если вы уверены, можете прострочить. Передняя половинка это проима, это боковой шов. Раскладываете его так, чтобы он ровненько лежал. Видите, я так протягиваю, все ровненько. И начинаем накладывать. На всякий случай мы тут делали с вами надсечки. Вот она, видите, надсечка. Это талия. Совмещаем боковой по переду и по задней части нашего платья. Совмещая срезы, потому что мы там ровненько все накладывали. Вот. Ну, естественно, и пройма должна у нас тут совпасть. И накалываем, и наметываем. Сейчас я покажу, как я наложу и буду накалывать. Ну вот, наше платье собрано на примерку. Вот. Лежит или висит там на вешалке или на половинке стула. Ну, в общем, смотрите. Ну, ждет уже нашего клиента. Субтитры сделал DimaTorzok